барабанная дробь и у нас в гостях легендарная балдежная безупречная барабанная дробь карина карина здравствуйте все по чесноку ну как прекрасно ты где-то занималась чем-то писал итак дорогие мои друзья сегодня у нас гостях карина здравствуй карина как бодрость духа как настроение так ребята мне надо обязательно чтобы вы зафрапсили меня так сказать пожалуйста сделайте скриншоты я рядом просто с кариной должен просто должен просто даже не даже не нет нет только потому что батек потом как говорится мало мало не надо молодой лев потом мне горло горло в горло просто вопьется да так что без рук колумбай просто рядом я вручаю тебе картину на память обо мне может дорабатывать ваю соусириус фиксирую фиксирую одинокий бродяга так приятно познакомиться так смотри карина по венам по венам знаешь почему потому что ты проверяешь нет ли там вот оружие и чтобы не передавали как тебе галерея да супер сергей симонова да что пишут все рады тебя видят ребята блин я так скучаю по арене вообще вы на вас арену конечно хорошие веревна были передавай самые животрепещущие что их интересовало не первое что просили спросить то есть это именно тот факт который я им тоже загоняю воняет ли он воняет я реально вам говорю я подтверждаю воняет воняет вот блин представьте что вы тряпку половую нюхаете который в больнице у меня другой вариант как козлятельный скотина скот вот такой немытый крестьянский мужчина вот эта вся херня это просто запускал она серьезно тряпку половую вот ты как чем занимаешься сейчас мой дорогой друг я я зачитаю сейчас дон симон погодите где карлик пишет кариночка не стесняйся сейчас ванечка бреет и будет яйца свои подкатывать тебя кариночка не обращай на ванечка внимание он очень стеснительно ой ванечке не будет мы его не звали не знаю так вот сейчас давайте давайте дальше творческое шоу спасибо ребята снимай 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 а я что делаю доченька поближе поближе карина ну что рассказывай нам чем занимаешься живу учусь работаю я очень скучная не знаю зачем меня позвали в смысле зачем позвали ты же легендарная женщина легендарная хорошо давай отойдем от темы которые постоянно ну ассоциируешься и прочее расскажи пожалуйста ты не надо говорить где и прочее ты учишься в какой области не в смысле проживания а какая область деятельности да ты особо не парься это просто в воду брось и я потом там это отмоюсь ты журналист ты журналист да ты будешь журналистом и в какой газете вот там губочка лежит ну я не могу сказать где я работаю нет понятно ну в смысле это будет где-то уже стажировка у тебя есть или ты уже работаешь да я работаю ага а хорошо какие какая области обиду там может быть спорт экономика политика нет обычный лайфстайл там про звезд рассказывать ты о звездах пишешь про Тимати ну да на всякий спирт ой о звездах нижнего интернета что-нибудь может быть нет нет ничего не пишу про них про эту галерея к сочлению не пишу да кариночка не хочет джаггернаута нет нет я не пью я тоже вот правильно ну не беспокойся нам больше достанется короче Артем Артем Панагоркин бодигард пишет а это мы уже зачитывали Диваи пишет Карина говоришь дешевая шутка вот держи пятьсот рублей и в общем едь к банамасу я тут слова некоторые убираю пятьсот рублей тут тебе не выбор а шауе лаборатория по врачу да 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 брэд сейчас тебе объясню Карина постоянно тебя достают вопросами об адамасе над экстримами они только этому посвящены поэтому я и как ты уже живешь с этим четыре года у меня же не двадцать четыре семь типа а тебя узнают на улицах нет один раз узнала а а да я тебя хотела спросить как ты вообще с ним общаешься да я с ним уже вообще давно не общаюсь если честно я просто смотрела я просто думала что это все шутки шутки а сейчас у меня тоже такой появился можно сказать только он и с другой стороны я просто видела с тобой видос где ну он нашел он твой стрим БВПИ ты типа сидишь а он а это мы так познакомились ты так близко это делаешь я не могу ну да пошло поехало ребят я все зачитаю там да там я вообще рядом даже побоялся она тут прикоснулась я уже боюсь что ботёк мне грызется в горло это на ютубе стримы да так допиши там хикан он заказывает ребята так что алё что это будет Дон Периньон вот пожалуйста Дон Симон а мы на вас приедем? нет Дон Симон можешь рассказать на камеру как бы нет не надо мне такие вопросы задавать нет не надо мне такие вопросы задавать ну ладно что там за вопрос я даже не услышала Антон мы вас осуждаем ну что вы в самом деле может какие то точки на ды расставить в видео это видео посмотрят много человек нет 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 нормально все будет вы что я с Ярославль я с Ярославль приехала с добрым позитивом что вы блядете хочу чем другим заниматься не понравилось? ну типа там мало денег на самом деле я знаю что я могу больше ну то есть больше чем писать про звезд какие то сплетни поэтому ну это да можно пойти посерьезней там конечно всякие телеканалы есть ну экономика политика типа дождь типа это очень ну тяжело тяжело а так я попробую там в дизайн куда-нибудь но это нужно после учебы потому что учебу с работой нельзя совершать да сразу сколько тебе платят если не секрет они уже все посчитали на одном стриме я блин случайно проговорилась типа я работаю 7-0 по без выходных да без выходных ты серьезно без выходных работаешь? а да ну там типа можно наперед сделать и как бы отдыхать надо ее сложить вот они рассчитали 80 тысяч 80 тысяч ну за 7-0 это даже мало ну типа я не работаю 8 часов в день поменьше? я работаю 2 часа в день максимум да нормально нифигаси а откуда ты эти сплетни берешь о звездах? не, мне просто дают как бы тему типа написать не знаю секрет молодости энхэд секретного актрисы актрисы какого-нибудь я беру там со всех источников набираю и пишу несколько миллионов ну такое занятие сейчас есть секунда дочь сейчас жесткая ситуация ребята я участвовала в съемках какого характера? того самого? ничего криминального нет это не порнуха я просто на гибкой съемке гимнастика все в белье но все как бы в рамках приличного спасибо я прочитаю ну-ну-ну значит для частных заказчиков ничего криминального потом мне начал писать человек начал писать человек и пытаться завербовать меня в порнуху я его ни разу ни разу ни разу не писала ничего не говорила сейчас же там я ему рассказывала что я там бывала в Мелл-Строй там вообще с стримерами различными сейчас он а я начала его игнорить потому что я поняла что типа ну он меня пытается развести блять куда-то блять затащить в какую-то хуету а я не хочу в эту хуету я такая просто начала игнорить потом после того как а в какой-то момент сегодня я его кинула в ЧАЭС после чего мне начали приходить подобные сообщения такого характера давай послушаем что там ну в общем документы уже сейчас зарядила людей пробить тебя от выбирая на телефон потому что ты вытираешь многих людей когда с тобой серьезно нормально общаться и потом даже врешь снимаешь с ним обнаженки без проблем с лицом потом ебешь мозги и так далее потом выпиваешься я тебя накажу очень жестко за это и найду мозги я тебе гарантирую это еще один блять достали достали ебало мне мозги именно устроили говорила что у тебя моделей куча на которых ты хочешь зарабатывать а потом сливаешься как будто ягод и галашок и дурачок никак сейчас тебе за это придется очень жестко отвечать охренеть да маньяк маньяк дальше слушайте да я сейчас зарядил людей дам денег и тебя по-любому найдут если ты сука не позвонишь не извинишься блять и не объяснишь нормальную ситуацию я написала на это заряжай людей да это какие-то клоуны они тебя специально пугают смотри что дальше пугают я уже все сделала вот он скидывает с людьми с которыми я общался типа что они там долги выбивают и вообще находят кого угодно из подземлений ты им что-то должна нет ну и все тогда я просто отказалась снимать в порнухе ну и все это то что он хочет он тобой манипулирует забей вообще его в тюрьму посадить можно вот так какие больные мне напишут не первый раз кстати я уже с этим сталкивалась я знаю таких сталкеров путихали ну тем более ты засветилась в виджелинка а там специфический чат так сказать нет это нет хорошо вот давай уже раз и навсегда вот пока вы есть и зарядная батарея короче мне сначала я ушла в осадок полный блять даже и с учетом того что мне не столько было страшно я бы написала типа да иди ты нахуй блять ты идиот нет ну просто осадок после вот такого вот все равно какой-то остается ну вот к вам приехала дружеская обстановка девчонки ребятки фотосессия ню фотосессия ню да ню не совсем откровенная ню а легкая ню и с элементами гимнастики я училась в цирковном учреждении давай сейчас замутим да конечно мне уже все вот тут вот все спасибо не хочу после вот таких вот инцидентов вообще пропадает интерес просто к Дон Симонс Андреюсу рассчитали? ты блогерша? ну да у меня есть канал на твиче и на ютубе но они я их не развивал но у меня вот когда я стримила на твиче я стримила месяц где-то пару раз там в неделю это была девушка виджевинка кстати да вот ну у меня то есть там 80 тысяч на папу это имеет то есть Дон Этейлер а скажи ну а кстати сейчас каждое просто какой номер у Карины? 9821 запиши Карина он будет тебе приносить удачу Дон Симон в этом разбирается да да 9 8 2 1 то есть ну пригодится Карина какой у тебя рост? 180 ну большой рост такой прям прям почти наравне сколько к а да да почти наравне все что это получал? была же да вон там где-то была ты колу взял ее уже не было Карина давай уже раз и навсегда определимся закроем эту тему ребята давайте уже расскажи пожалуйста тебя преследуют? ну ну короче я cool story забыла рассказать и не знаю про нее наверно так вы еще оттуда не счастливы сейчас мы я ни с кем не встречалась точка так я тоже с ним не встречалась мне не попросил нет я про эту ситуацию с этим фотографом ну где фотографа а где мама в общем порно-видеоопера я думала что меня не преследуют типа то что в интернете это ну мне на это пофиг я закрываю инстаграм там могу закрыть телеграм но была ситуация когда я выложила в инстаграм фотографию я не знаю рассказывала эту историю или нет это было прям буквально летом и я выложила что я иду в театр мы просто типа споткала афишу и когда мы с подругой вышли из театра сзади подошел чел и типа взял ну вот так за талию чуть-чуть я сразу отскочила угадайте кто это в намаз угадайте кто это оказалось так потом был да и типа я бы карину шпакща пива хмелев угостил пундучка там есть йогурта дохуя всякого дал бы ей на 20 80 поиграть на каршеринге это было в центре москвы нас у меня не было с собой ну типа этих моя подруга вообще стоит такая типа чего происходит она стоит на него улыбается потому что она поняла кто это нет она вообще не знал эту историю и короче он такой в ползают такой и розочку одну вот в намаз в намаз и и вот и короче я у меня начинает все трястись потому что я не думала что но я типа кто-то за мной будет следить я короче начинаю на все сухаревском матом орать типа я щас вызову полицию и сигареты принес Я, короче, сделаю вид, чтобы я ее ищу. И ты одна подруга была. Да, подруга стоит, она вообще ничего не понимает. Чел подошел, наверное, цветочек просто так подарить, а я его посыла на три буквы, короче. Я ухожу с улицы, начинаю делать вид. Нет, нет, я не хочу принимать ничего. Типа, нет. А, ну да, продавайте, дахуй. Начинаю делать вид, типа, я ищу уже этот сфрей. И, короче, подруга подбегает, а я даже не вижу, типа, у меня все трясется, мне очень плохо. Она такая, да, он ушел, типа, чего ты притворяешься, чего ты притворяешься, ты ищешь. Он уже ушел. И он, короче, куда-то вдоль улицы пошел, и мы потом в другую сторону ушли. Но это пипец. Вот это был единственный раз за, я не знаю, сколько лет эта хрень длится, вот когда... Да, ужасная история. Очень ужасная. Ну, подожди, Карина. Ты, получается, четко отдаешь полный, полный, так сказать, отчет своим действиям и словам, правильно? То есть ты говоришь, что это был батек. Батева намаз. Да, да. А когда это было? Это было. Ну, я могу по истории в Инстаграме четкую дату найти. А так летом это было. Этим? Да, этим летом. 2021 года. Ну, да. И он, типа, ну, это вот, короче, Эльза, это я. Вот я иду, угадай, кто, и я начинаю орать. Ну, типа, это все. Блин. Подожди, это было либо в июне, июле или августе? Да. Блин, ну я могу посмотреть в июле. Не знаю, в июле как-то. Сейчас дочь, а вон твоя труба, да? Я не стала просто это как-то афишировать, я это думаю, нафиг. Не надо молчать о таком, надо рассказывать. Не, мне кажется, наоборот, как-то человек, который это делает, еще больше захочет что-то к себе внимания привлекать. Думаешь, он из-за внимания так идет к себе? То есть ты не привечешь, ты твердо и четко заявляешь, что это был батек. Да, да. Иван тот самый. Это стоп. Я не буду придумывать эту херню просто так. Мне это не надо. То есть если что, ты там где-то под присяглой, ты сможешь... Да. Я верю 100% в Карине, потому что смотреть ТикТок 24 на 7. Я всем этим, всем знаком рассказала это потом. У меня все голосовых есть, но я не сфотографировала, ничего, естественно, вот это я показать не могу. Ну, надо батька выслушать, потому что, ну, как вы помните, Хикона однажды обвиняли в изнасиловании. И у нас, кстати, на канале день изнасилования празднуется 18 ноября. Но оказалось, что это просто баба привернула. Слава, это вырежется. Вот. Такие дела. Блин, Карина, это какая-то треш-могильная история. Я обязательно поинтересуюсь у Батиката. То есть еще раз, твердо и четко. Ты говоришь, что Батиква Намаз, тот самый Иван, просто подошел, приобнял тебя и... Хотела Розу подарить. А это был... Это не первый случай, который... Нет, это первый был случай. А потом еще были инциденты? Нет. Карина... Блин, жестко. Такого вопроса нет. А он тебя сталкивает как-то в соцсетях там, типа? Я не знаю. Ну, типа, на 2-4 что-то выкладывают, наверное, по-любому все мои истории. Ну, на 2-4 все есть. Ну, я стараюсь не выкладывать, где я нахожусь. Карина, ты заходишь на 2-4? Ну, да. Я тоже. Слушайте, вот вообще любое место, где про вас что-то пишут, вы не можете туда не заходить. Но вам интересно почитать, что про вас пишут. Нет, нет, я не могу. И плюс еще, у меня же будут случаи, когда... Не, вот я не хванатею от Вача, я тупо захожу на этот тред, который... В браузере. Да, просто такая оп-оп, ну все, ок. Потому что я даже не читаю там сообщения, я просто пикчи только смотрю. То есть, если пикчи какая-нибудь есть, я читаю. А можно будет потом с тобой такая совместимость отойдите? Тебя не знаю, зачем. Я бы на массу отправить. Хорошо. Ну вот ты там читаешь все? Нет, я читаю еще, потому что был случай, когда я общалась с чуваком. У меня, он типа был моим другом. Потом я с ним, ну, не очень поступила, согласна. Как-то я его, не знаю, послала или что-то еще. Мы, короче, поссорились. Он решил мне отомстить. А я ему фотки присылала из разряда, там, не накрашенная какая-нибудь, вратая вот так вот сфоткаю. Вы заметили, что у Карина жесты, они не распальзованы? Она так все собрано показывает. В принципе, такой собранный человек, это нормально. Галина, ну слабься здесь все свои, но никто тебя убивает на силу от них будет. Сейчас покушаем нормально. Здесь все свои, да. Просто у нас такая атмосфера. Еще раз, к тебе комплементарно относится, так же, как я и к батьку комплементарно отношусь. Это мои кореша. Все, я просто хочу понять для себя. Объясни, пожалуйста, зачем ты Илье, которого в народе зовут Батлач и прочее, зачем ты говорила, что от батька, блядь, этими тряпками поняешь? Ну, зачем, блин, я согласна, что, может быть, я донесла информацию, типа... Представьте, что вы тряпку половую нюхаете. Может быть, в оскорбительном Толе. Может быть, да, но типа факт остается фактом. Ты не вылез? Я могу сказать... Карин, это звучало так... Только у тебя и тем более чувствительное обоняние. Карин, это звучало так... Ну, Батек, ну, ебать он, бог! Блин, ну... Как будто ты над ним просто поиздевалась. Я не хотела над ним... У меня не было, типа, желания прям издеваться, над ним там обосрать его. Зачем? Я не хотела спримерскую карьеру, типа, строить на ванамасе и все такое. Нет. Ты хорошо, ты понимаешь, что Батек безумно и безответно в тебя влюблен? Ничего. Я тоже кого-то безумно и безответно влюблена в свою жизнь. Но тебе он очень плохой все равно, да, на Батека? Плохой. Хорошо. Ты не планируешь какие-то с ним отношения? Никогда. Почему? У меня есть молодой человек, я не хочу. Хорошо. Как Батек говорит там... Даже если его нет, я не хочу. Хорошо. Ну, а ты, якобы, тайно... Батек? Нет. Он молод еще. 37. Батек наш человек? Ужасный слой. 19 с ней. Нет, 20 с ней. Уже время прошло, я уже постарелась. Что ты взял? Уже 21? Да, тебе с ним. Мне 24. Вот. Ну, конечно, уже все, уже на пенсию скоро. Все, на пенсию скоро. Будешь про бабки написать? Спасибо, Пирасим, вы не правы, вам так кажется. Хорошо. Такой вопрос. Смотри, ты посылала какие-то тайные знаки батьку? Типа, писала шрифтом Багамас, который в анамасе читается? Что это? Ничего. Почему? Была такая теория, есть шрифт, шрифт такой Багамас, который читается как в анамасе. То есть у тебя не было никаких скрытых... Где шрифт-то? В инстаграме, наверное? В Борде. В инстаграме. Название шрифта Багамас и вот предполагают, что... Как в анамасе. Какой ужас. Ты не посылала никаких... Нет, я картинки выбираю, какие мне нравятся просто, и шрифт выбираю, какой мне нравятся, а не чтобы кому-то намекать. Намек можно увидеть в чем угодно. Хорошо понял. Карим, ответь, пожалуйста, твердо и четко. Вот как есть, как на духу, только честно. Не переживай, здесь все свои. Просто мне очень обидно за Батька, потому что он... Мне нравится не как мужчина, а как блогер, на котором, еще раз, мы все росли и старели. Я не росла. Окей, хорошо, я это делаю. Почему, чем тебе Батюк не нравится? Просто скажи, как есть. Мне комфортнее формировать. Хорошо, хорошо. Через полчаса будет поесть. Что еще раз ты спросила? Почему Батюк... Чем тебе Батюк не нравится? Ну, тем, что он меня сталкерит, наверное, и тем, что он... Не знаю, мне не нравится, что он выслеживает какие-то мои движения, рассказывает об этом на стриме. Меня больше... Меня не пугает, блин, этот человек. Меня пугает его аудитория. Типа, два чара, это на самом деле, типа, ужасно. Почему они ужасно? Я тоже на браче по сижу, по сижу. Нет, ну там есть, там есть, типа, адекватные, которые просто свое мнение высказывают. Есть просто, типа, чуваки, которые, ну, действительно, они ничего не делают, кроме как следят за чужими жизнями и, типа, все комментируют. Смотри, Карина, ты когда-нибудь была, может, ты какой-то сериал смотрела, там обсуждали, знаешь, там «Дом-2». Вот смотри, я уверен, что... Ее обсирают, Полину, О, обсирают, тебя обсирают, там, О, Ярослава обсирают, Эльзе. Меня нет, у меня такая сектантная. Эльзе, другую дочку, Дону Симону, я уже не... Это и прикол, это и прикол, два чара, что там всех обсирают. Все остальные. Про то, что два чара, это вот именно место, в котором собираются люди, понимаешь? Карина, ты понимаешь, что они не рут, что так думает каждый, но только стесняется сказать? А там люди честные. То есть они говорят, а вот там, Карина, что-то, а вот батек такой, а вот там хикан такой, а вот там... Что, у кого-то у меня на Эпите стояло? Недавно вот была ситуация, ну, ты этим людям никогда не угодишь, грубо говоря. То есть ты выкладываешь фотографию, например, и у меня там не было здесь ногтя, например. Ну, вот этого накладного, не накладного шелака. Мне пишут, я читаю твач, там пишут, типа, вот она лохушка, что у нее ногти типа такие. Я иду делаю ногти, выставляю ногти. Мне пишут, какой отвратительный сет. То есть, что бы я ни сделала, типа, всегда я буду плохая. А знаешь, почему? Я просто делаю детоксы, я не читаю твач иногда по две недели, потому что мне просто, вот я просто думаю, что я ужасный человек, когда я читаю это. Хотя я вообще, типа, пока у меня читаю. Ну, ты, значит, зависима от этого. Ну, мне кажется, есть зависимость от какого-то мнения общества, в какой-то степени у каждого. Ну, ты читаешь все вот этого просто, и у тебя мусорка. Мусорка вместо головы. Просто выпала на боте. Мое почтение, добрый друг. Ребята, я все чуть-чуть позже, чуть-чуть позже. 95, да. Чуть-чуть позже я... Купила фотик. Я все прочитаю, ребят, просто Карина. Карина у нас. Купила. Окей. Хорошо. Я не знаю, что такое, ебатория. Хорошо. Карина, ответь, ботек тебе не нравится, потому что что, он старый, или что? Или что не так? В каком плане не нравится? Как блогер, как человек? Как мужчина. Ну, просто, ну, не нравится, и все. Зачем? Ну, это такой такой вопрос. Так пизда-то. Всю жизнь совершенствуешься, качаешься. И баба выбирает толстого, блядь. Нахуенно кошка серит, блядь. Я задам вопрос тебе нормально. Ну, я не знаю. Эльзинка, доченька, задай, как женщина-женька. Да, вот вы же с ним ходили правильно гулять, ну, когда мы познакомились. Ну, что это свидание. А ты что думала? Ты хотела подружиться с ним, просто, да, вот, общаться, подружиться? Ну, типа, да. А он подумал, что ты... Ну, потому что не было такого, что там в конце какой-то встречи, ну, как-то человек, типа, дает тебе знать, что ты ему нравишься. Совсем ничего не говорил тебе. То есть ты ему надежды не давала? Нет. И он ей не говорил ничего, я так понимаю. Ну, и, типа, даже когда он что-то сказал, я, типа, говорю, нет. А что он сказал? Ну, блин, это же мем есть про кроватку. Ты что, написал про... Нет, нет, про кроватку он написал в Инстаграме. Я выложила, типа, что я на кровати сериал смотрю. И он мне, типа, пишет, я бы хотела полежать на этой кроватке. Я такая, типа, чё? Написала ему, что нет, ну, не надо. То есть вы с ним гуляли, просто общались, а потом он выкладывает вот такой мем, да? То, что, ну, не мем, а их в кроватке хочу. Да, 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 ну, типа, я подумала, ок, нож, я нравлюсь там, не знаю, давай сделаем так, что либо мы дружим, и ты знаешь, что ничего никогда нет, нигде, либо мы перестаем общаться, если тебе не хочется. И что он выбрал? Он, конечно, меня уговаривается, типа, го, встречаться. Ну, ладно. Я говорю, я не буду, го, ну, я не буду, ну, го. Спасибо, обнял, приподнял. Вот. Это, на самом деле, признак какого-то маньячества, когда ты человеку говоришь нет, а он такой, мне плохо, типа. Это психопаты, психопаты. У тебя плохое мнение, на самом деле, на самом деле, я тебе нравлюсь, ты просто так говоришь, вот, нет. Да, вот, понимаете. На самом деле, да, вот это... Хорошо, твёрдая, чётко, тебе в анамаз батя нравится? Нет, нет, нет. Да вы что, если бы он ей нравился, она бы с ним давно уже встречалась. Конечно, он ей не нравится. А тебе нравится? Как блогер, как человек, да, но не более, не более того. Так, и потория начинает... Чисто так, зайти, поугараться. Быстренько с Кариной разберёмся. Карина, ну, вот, на мой взгляд, ты просто Батю дала надежду. Она не давала ему надежду. Ну, как мне кажется, опять же, как многим кажется. Почему ты сразу не сказал, Батюк, мы с тобой просто гуляем, там, мы развлекаемся? Ну, блин, я думала, я со всеми просто, типа, гуляю, разговариваю, обсуждаю какие-то темы. Мы не обсуждали какие-то темы, типа, я не знаю, там, ну, какие-то романтические темы мы не обсуждали никогда. Не было никаких физических, телесных намёков вообще. И поэтому я думала, ну, ок, типа, гуляем, хорошо. А что это за мемаз про «Кой должен быть в пизде?» Блин, это, короче, мы обсуждали отношения мужчин и женщин, типа, как они строятся. И он такой говорит, ну, дружбы нет. Это, кстати, была, по-моему, последняя встреча, как-то, типа, это раскрылось. Он такой говорит, дружба между девушкой и парнем не существует. Я говорю, типа, почему, там, начинаю раскручивать эту тему, спорить. И он такой, ну, потому что, как бы, должен быть. Всё, я вас понял. Я ангажирована. По татарски поцеловать бодика. Понимаешь, я ангажирована, я на стороне бодика, это понятно. Но Карина мне не вызывает какого-то негатива. Слушай, должна быть бодиком и дипом. Ну, такого же нельзя. Такое же нельзя, ё-моё. Хорошо. Были ещё какие-то преследования? Можете в личку писать, что, чего, кого? Ты должна сказать, мне это притку круче. Нет, притку мне пишут оскорбления, например. Ну, например, что тебе пишут? Ну, или, типа, просто пишут, встречайся с ним, как ты с ним поступила. Что-то раньше было. Я их всех уже в ЧС кинула. А сейчас... А сколько это человек? Я не знаю, ну, типа, редко, ну... Представь, 4 года её так додошь. В целом, наверное, тысяч... Вот, надо так прославиться. Человек 20, там, ну, вот таких написали и всё. Хорошо. Ну, это не достают меня, то есть, что я сижу там и умираю. Правда. Я уже всех забанила практически в инстаграме. Хорошо. Просто пойми, многим не дают покоя и складывается такое впечатление. И оно подкреплено вот той самой тряпкой, которая там пахнет якобы от батька. Что ты просто наглумишься над батьком. Ну, что там... Нет, ну, может быть, если... Когда это было про тряпку? Это было, наверное, в конце 2019-го. Это понятно. Ну, зачем ты Илье Поплачу, как его называют в народе? Блин, он мне казался позитивным человеком. Позитивный? Я тоже. Который хочется разоблачить действительно, ну, настоящую натуру маньяческую этого блогера. То есть ты хочешь сказать, что Батёк, он маньяк? Ну, не маньяк, но склонности вообще к чему-то у него есть. Даже я заявлю это. Даже я, ребят, об этом заявляю. Я не буду ставить имущественные диагнозы. Я не знаю, как бы. Ну, просто... Ну, даже посмотреть на их ссоры с этим потлочом. Как он себя ведет. Сидит. Но человек не будет так орать, не знаю, чтобы на всю квартиру, да. А почему про смех не поюзг? Вот, а еще мне... Смех, смех. У батька? Нормально у него смех. Ну, смех нельзя сказать, что, типа, член бобильный. Я как адвокат батька, я скажу, что нормальный у него смех. Адвокат дьявола? Ну, просто он адвокат дьявола. Не, на самом деле, в России страна отвернулась. То есть, Илья, он был оппонентом батька. Он же специально... Нет, вначале же они дружили. Вначале они строят бизнес. Ну, вначале было слово, ты же понимаешь. Ну, волос какой. Вот. То есть, тут, смотри, у меня с батьком солидарность, а у вас с Эльзой солидарность. Вот. Потому что вы говорите, у батька... Нет, а на каком основании у тебя солидарность вообще? Вот я не понимаю. Еще раз, потому что я на батьке рос. А я вот что? Только из-за этого? Я пытаюсь... Я верю, что... Надеюсь, точнее, что батьок, он... А вот после вот этого видео, когда на стриме у него упала камера, мне просто прислали табличку. В смысле, с... Вот это? С гениталиями? Ну да, ты считаешь это нормальным. То есть, ну, ты ходишь в своей комнате и тоже вот это делаешь. Я хочу услышать... Я просто не понимаю. Нет, смотри, Карина, чтоб ты понимала. Я никто... А я да. А как-то... О, я тебя выведу начистоту. Нет, нет, я пытаюсь понять, почему тебе нравится. Стоп, стоп, моя комната. Вопрос тебе. Не справиться. Что ты увидела на этом видео? Вот как ты это поняла? Это... Это... Больной человек. Нет, действия. Что он делал, по-твоему? Я не буду говорить, что он делал. Он мастургировал. Нет. А что он реально там делал? Непонятно, что там делал. Он нюхал, что ли? Свою руку стоял? Я не могу понять. Он подошел понюхать, как у него пахнет там. Я один раз посмотрела, мне стало очень плохо. И я выключила. Мне начали писать шутки, потом... Эльза, ты Seven сделала никнейм, потому что вы на массе 7 см. Ну вот видите, она солидарность. То есть, они уже над батьком глумятся. Нет, это мне так писали хейтеры, я рассказываю. Все равно идет глумление над батьком, которое я очень-очень не одобряю. Это гендерное. Это уже гендерное. Солидарность, понимаешь? Вот это и есть, как у Гитлера был эмоционал-социализм, а тут гендерный социализм. Вот так. Хорошо. Я полностью Карину поддерживаю в этом случае, потому что столько лет прошло, а он все не может успокоиться. Это неадекватно. Это неадекватно. Мы сейчас должны быть с Каиной. После этого видят, все равно думают, что это адекватный человек. Он ко мне никогда не лез. Мне ботек, ничего плохого не сделал. Вот ничего, только хороший позитив я сделал. Мне тоже он ничего не сделал. На камень не лез никогда, не клеился. Да. Да. Это не проковаривание. Ну, это очевидно, что там с Двача или кто там, потому что негатив льется рекой, Карина. Почему, как ты считаешь, люди негативно настроены к тебе? Ведь многие понимают, что Ботек, он интроверт. Ботек, он особенный, можно так сказать. Не знаю, наверное, вот как раз из-за того стрима с Патлачом они ополчились. Ну да, скорее всего. Что я его там ненавижу, не знаю, хуй сошу и все такое. Хорошо. Ты в своих ТикТоках говорила, что тебя там преследуют, что там что-то угнетают. Вот это вся, откуда эта повесточка пошла в ТикТоках? Не, ну просто было такое, что на Дваче, вот я там, например, где-то гуляю, сфоткаю здание. И там пишут, вот это жилой комплекс такой-то, вот все, чуваки, она там живет, сейчас сюда выезжать будем. Ну что-то такое писали. Но это стрёмно читать, просто даже если это в шутку пишут, просто стрёмно. Согласна. И то, что ты не можешь там выложить, где ты ходишь, гуляешь в данный момент, или даже сфоткать вид из окна, типа вот это все. Вот со мной сейчас тоже такое начинается, я уже боюсь что-то сфоткать лишнее, потому что вот мало ли, реально вычислить, пойдут. И мало ли что они могут сделать, нажмем, поэтому у тебя блик перцовка, я не знаю, что, розочку принести. Хорошо, но, по крайней мере, вот я пытаюсь видеть что-то, что-то хорошее найти и прочее. Может быть, ты чему-то научилась, общаясь с батьком, как ты считаешь? Общаясь? Нет, ну просто общение, все. Хорошо, Карина, зачем ты, в принципе, как вы познакомились с ним? Расскажи, пожалуйста. Блин, он пришел рейдить, я тогда стримила, он пришел рейдить, я не знала, кто это такой, типа, но я знала, что все, кто приходят рейдить, нужно к ним хорошо относиться, они тебе аудиторию нагоняют, ну типа, начинают тебя кто-то замечать. И я такая, ой, здравствуйте, приветик, да, вот это все. И потом я узнала, кто это такая, ну, наверное, я Мэдисона просто знала, и этот был знаком Мэдисону, ну, наверное, окей, все. Типа, он потом позвал, вот как раз мы с Эльзой ходили на игру. Да, и самое главное, он мне ничего не сказал, что будешь, тебе тоже, да, не сказал? Нет, он сказал, что будет девочка еще. А, мне ничего не сказал. Я поэтому, типа, и пошла, я думала, блин, это что, какая-то свиданка, типа, а он сказал, что еще девочка. Эльза, что с тобой, почему ты хуйсосер Батька за спиной, вот говорят? Я не за хуйсосеру за спиной, просто я считаю, что он реально глупо себя ведет по отношению к Карине. Смотрит тиктоки, ну это уже реально не смешно, это вообще контент, не смешно. Но если человек влюблен в нее? А если человек не влюблен в него? Это понятно, но он же ничего, ну, блин, ну если верите, то есть... У нас там уже все, вот это. А где ты здесь? Никак. Зачем? Нет, я считаю, если, типа, говорят, нет, то ты можешь любить. У меня тоже были ситуации, там, влюбленность, да, которая невзаимная. И что я сделаю? Я что, пойду, выслеживаете, что ли? Как вы с ним на концерт Монеточки пошли? Как это произошло? О, я пойду в туалет. Я потом расскажу. Давай, идем дальше. По поводу, мы остановились на концерте Монеточки. Блин, ну господи, ну я сейчас скажу истинную причину. Ты в натех, что Монеточки? Ну, я просто слушаю, ну да. Если б не платили каждый раз Каждый раз, когда думаю о тебе Я бы обживала возле трассы Я бы стала самой бедной Из людей Если б не платили 오늘, каждый раз Когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Хорошо поет. Донат, быстро, быстро за донати. Кстати, Лола когда-то пела в центральной станции. Было такое? Ты была в Central Station? Я тоже была, думаю, какие идеи! Карин, да это не важно. Так вот. Central Station? Центр, как это Station, диджей Миша, диджей Боб. Это не важно. Диджей Миша помнишь, нет? Не важно. Хорошо, монеточка. Серьезно? Нет, погоди. Если я озвучу эту причину, то все сразу кажутся, номер консильный. Просто чтобы ботёк за тебя заплатил. Нет, нет, просто типа... Как есть, да говори уже, ну все свои. Сука, я на самом деле плохая. Ну типа, просто хочется... Я часто хожу с кем-то куда-то потусить, и всё. Ну просто, чтобы ботёк за тебя заплатил, правильно? Да, чтобы за тебя заплатили. Ну знаете, как девушки на Тиндере ходят куда-нибудь на свидание пожрать? Ну да. Ну я ещё не занималась, но я занималась тем, что приглашаешь кого-нибудь куда-нибудь, и вы идёте, типа там. Ну ты решила пригласить батька. А если ты приглашаешь кого-то, не значит, то ты должна же платить, нет? Ну не знаю, ну просто парни всегда сами почему-то платят. Хорошо. Карин. Давай. Пожалуйста. Давай, давайте сначала поедим, Карин. Я же покраснял. Да, я сука, да, я такая. Ну что поделать? Молодец, я в силу! Вообще-то это Москва, вообще-то надо как-то вызывать. Я была студенткой вообще-то, и я не зарабатывала ничего. Старина, прочитаю. Пожалуйста, пожалуйста. Так, угощайтесь, ваше здоровье. Тёплые, горячие, классные. Будем сейчас кушать. Вот, у меня промокод Симонов, если что, там, на 9-блук. Всегда можно заказать. Быстрая доставка, всё реально горячее привозят. Свежее, спелое, вообще классно. Там и салаты. Сейчас буду тестить. Не только с ним так делают, типа, с друзьями собирают, ну, как, завёжка. Хорошо, кроме того, что ещё кто-то был таким же образом воздействовал? Типа, ты, ну, такую вот сейчас, такой смысл этому передаёшь, как будто я этим пользуюсь. Это же был, как понимаете... Что в этом плохого? Это же, вот, я хочу пояснить, что это же добровольно, я никого не заставляла за себя платить, правильно? Я не говорю, типа, слышь, ты заплати за меня, мы идём туда. Это всё равно-то сделано. Хочешь, плати, супер, хорошо. Не хочешь, не плати. Хорошо. Ещё кто-то был таким образом воздействован? Ну, из друзей моих. Ну, в принципе, кто-нибудь. Левые там люди какие-то. Да ладно, что в этом такого? Не, левые люди нет. Ну, типа, я в Синдере никого не ищу, чтобы с кем-то там сгонять в ресторан. Блин, а сам как будто что-то плохое. Не, ну я считаю, что это не супер. Как бы так делать? Ну, в общем, кто-то был, не важно, правильно? Ну, окей, гуру был, что бухтеть-то? Окей, хорошо. И как это всё у вас происходило? Чё, пришли, посидели, пошли и послушали монеточку. Ну, Батёпочка, вы какие-то знаки внимания проявлял-то, может? Нет. То есть вы просто послушали монеточку и пошли? Ну да, поржали просто всё. Ну, как там, песни были прикольные. Всё? Ну, я думал, в следующий раз будут. Мы тоже легенды стриминга. Спасибо большое. Я думал, в следующий раз будет. Я уже в пятый год пошёл, как я стримлю. В общем, вы расстались, ушли и ничего больше не было. И что вы встречали же потом? Ну, по-моему, да. То есть Батёк сам предлагал, правильно? Ну, иногда он, иногда мне было нечего делать, я звала его гулять. Ага. Я не буду сейчас юлить и говорить, что «Ой, это он меня звал». Стоп, давай уточним. Ты понимаешь, что такими действиями ты спровоцировала, так сказать, фантазию батька на то, что… Откуда я это… На то, что «Ну вот я с девушкой гуляю», а ты же понимаешь, что у батька какая логика, что дружба между женщинами… Так я же не знала до последней встречи, что он так думает, понимаешь? Люби глаз. Я-то, блин, верю в дружбу между парнем и девушкой. Ты серьёзно? Ты тоже не веришь? Конечно нет. А я верю, у меня лучший друг, и мы с ним уже больше 10 лет дружим. Не понял. Они сейчас и напишут, что на самом деле он не хочет с собой дружить и всё такое. Да, да, пусть пишут, что хотят. Я вот знаю на себе, знаю, что у меня есть лучший друг и без всякого. Мне чувствуется, что ты вот в позиции хейтите сколько угодно. Блин, я сдалась, у меня депрессия, у меня тревожность, мне очень плохо и мне вообще кофе. Я просто вот чувствовала, ты вот… Просто интернет-пространство… Бейте меня сколько хотите. Интернет-пространство, я устала бороться и доказывать всем свою правоту. Зачем ты пошла на ванамас-арену? Ведь ты знала, что… Блин, в компы хотел поиграть, господи, чёрт, чёрт, чёрт. Ну ты же понимаешь, что это… Ты прям как настоящий журналист, ты прям меня… А чё ты тогда лавируешь? Может, ты манипуляторша? Мужчин. Ты же понимаешь, чего ты хотела, там, пиара какого-то или чего? Ну, почему ты пришла, ты же понимаешь, что это ботёк? Мне был приятен персонаж подлоча, вот этот. Я его увидела, что они там, эту арену, мне пофиг было на эту арену, просто он говорил, ну, поезжай, поиграй, пострим, на чё они постримятся? У них компы хорошие, всё хорошее. У меня комп оттуда, да, нормальный. То есть ты туда поехал только ради Ильи, правильно? Ну да, мы там с ним болтали, он мне что-то насталил. С добродушной такой. Он, на самом деле, очень хороший. А то, что он про меня там, он, по-моему, что-то про меня, по-моему, тоже говорил, на самом деле. Не помню, но Илья нормальный уже. А ты понимаешь, что ты там батька можешь встретить? Нет, у меня всегда было условие, типа, что, ну, что его там не будет. Батья в будку свет провела. Ладно. Хорошо. Ну, я всё равно не могу понять. Ты с таким, знаешь, вдохновением рассказывала все-все... Блин, ты сейчас про тряпку опять, да? Ну, блин, я согласна, что это было ошибочное вообще движение. Это было не ошибочное, это просто пиздец как грязно было. Ну, это типа я вот ответила грязью на грязь, так. Ну, что решил тоже. А какая грязь получилась? Это про кроватку? Нет, с той стороны, что он обиделся и пошёл рассказывать на стриме про меня. Я не смотрела его стримы тогда, но, типа, всё началось до вот этой тряпки, типа. Ну, реально, это просто ещё больше подстегнуло, я так поняла. Волну хейта. И всё. Я неоднократно встречался с батьком и тряпками от него не вонял. Нет. Ты не думаешь, может быть, он просто стиралку купил? Не, по-моему, ещё не купил. Блядь, Эльза, какая же ты токсична, вот это тебе уже там вот пиздец. Да у него же реально нет стиральной машины. Это же факт, это понимаешь, факт. Нет и нет, ну что, какая разница? Ну, я считаю, неудобно. Вы же все видели видео, как он стирал своё звёздное покрывало, которое было грязное уже, да я не знаю, сколько лет он стирает. Я не знаю, стирка, просто вы не шарите, вот ты нас стирает. Ты тоже вручную стираешь одежду. Вот она, фамилина социализма. А у тебя есть стиралка? У нас с Эдиком есть. Эдик стирает, он мне затрахал, он не даёт мне вещи. Эдик, да, он мне звонит и говорит, я всё стираю. Он, Эдик, всё постирал. Если ты стирал, я тебе порошок. Ладно. Всё по чесноку, честно. Так, ребята, в принципе, я выяснил, я всё, что я хотел, я узнал. Если у вас есть какие-то вопросы, то есть для меня этот вопрос уже закрыт. Ещё раз, к Карине у меня никаких вопросов нет. И у меня нет, и она там неплохая, нехорошая. Она такая, какая есть. Батёк, я всё же не уверен, что всё было не так. Моральные дедаки. Кариночка, почему обидела какого-то Гришу? Гришу? А, я его не обижала. Ты зареночил? Нет, нет, это мой друг. Это просто Дима, Расторгов, мой одноклассник. Нет, это надо присылать. Напиши мне в личку ВКонтакте, я напишу тебе про Гришу. Окей, хорошо. Ладно, давай будем заканчивать тогда. Ну, хорошо, Карина не хочет Батьку, так сказать, его всё объяснить, всё, что он допустил в вашем сердце. Я хотела попросить только удалить все видео с моим лицом, которое присутствует на канале. В смысле, как он, тиктоки твои? Да, это я хочу удалить. Потому что мне впадло, на самом деле, жаловаться Ютубу, типа, на свои, там, права и всё такое. Просто я не хочу, чтобы моё лицо мелькало на этом канале. Вот и всё. Ну, как бы, я думаю, это несложно сделать, удалить. Ладно, хорошо. В общем, от Батька ты хочешь только удаления твоего контента. И чтобы, типа, на стримах про меня он ничего не говорил. Не обсуждал мою личную жизнь, не делал какие-то догадки, что у меня сейчас в жизни происходит и всё такое. То, что я свою жизнь не показываю. Если я что-то показываю в Инстаграм, это просто Инстаграм какая-то штука. Всё. Ничего больше. Я свою личную жизнь нигде не афиширую, ничего о ней не говорю. Скажи свой ТикТок-канал, куда подписываться. Никуда не надо подписываться. Я не интернет-персонаж. Всё, вы намаз убила абсолютно всё желание стримить. Да ладно тебе, ну. Батёк, Батёк, Батёк. Отъебись, блядь. Всё, Батёк, Батёк, всё, всё. Карина, спокойно. Мы его не звали. Батёк. Батёк, Батёк, скажи, мы тебя звали, скажи честно. Просто, чтобы с нас подозрения снялись. Это он не знал. Он просто знал, где находится. Батёк. Батёк. Это мой принцип. На, возьми, не плачь. Пошёл трэк. Донаты ждём, ребята. Дальше, кто следующий. Каринка, не плачь. На, возьми цветочки. Каринка, возьми цветочки. Слушай. Пошла помидорка. Блядь, ёптвою. Так, доченька, Эльзонька, выравнивайте его. Сидец, кринч какой-нибудь. Да ладно, быстро, раздевайся. Блядь, Батёк. А ты думал, как? Это интернет. Я так и знала, что он приедет. Нет, я на последнем был уверен, что Батёк не приедет. А я так знала. Подожди. Дай закончить. Что вот он только увидит. Дим, извини, пожалуйста, я там хотел закончить, но ты просто напиши там в комментариях, там то или не то, правда или неправда. Батёк, какими судьбами? Дима проходил, да? Бросайся. Блядь, это полный пиздец. Ребят, я официально заявляю, мы Батька не звали никакими судьбами. Я думаю, что нет. Батя, ты страшно. Пиздец. Я теперь страшно. Так, нам цветы поставить-то у вас? Это тебе, Дон Семенов. Семенов откройся, он просто... Дон Семенов! Нам цветы привезли. Слушай, ну, Батюк, закончим? От Батька, так сказать. Или все. Да хватит ему. Ну ладно, хватит. За судьбу, Батюк, спасибо вам большое. Ну, я вопнулся. Ты до бега травмируешь. Ага. Ригнал. Так, вот она. Ну что, Батюк, что вы скажете нам? Что вы скажете? Легендарный стриминец. Я с вас говорил, блядь. Мы несколько пропустили. Ты счастлив, кто-то увидел, Гарину? Счастлив, успокоился? Конечно, счастлив. Батюк, когда ты увидел, как... Как давно? Да я просто решил вот к Сереге заехать на пятничный квартирник. Правильно, правильно. Молодец. Ты очень красавец. Молодец. Подумал, может, тут девушки какие-то. Так ты видишь, сколько тут вообще багетов. Ё-моё. Батюк, ты этого ожидал? Безалов, в стерке. Зачем так? Ну, ты видел? Она просто тряслась. Она испугалась. Она увидела Батька и всё. А-а-а-а. Такая. А-а-а. Актриса без Оскара, ё-моё. Батюк, хорошо. Я уже не стал её так искать. Батюк, признайся честно, ты её возле театра зажимал? Не. То есть, она соврала и придумала историю про розу. Так он сейчас опять розы принёс. То есть, не было вот этих объятий. Она с подругой шла, и ты, значит, харассмент устроил дичайший. Какой харассмент? В общем, Карина врёт. Ничего не знаю, Карина. Я не помню вообще. Не был там. Блять, кажется, она не врёт. Кажется, нет. Блять, Батюк, объясни, что ты в ней нашёл? Ну что? Блин, я позвала её. Ну, девочка и девочка, молодая. Блять. Я бил, что ли, кого-то? Ну, она же вот говорит, что не может тебя видеть. Не может. Может, она меня видеть, всё нормально. Блять, Батюк. Кто-нибудь, приедите обратно. Может, сейчас Лизонька дочь. А мне кажется, вообще снаряд. Так это целый фильм. Мне кажется, это фильм можно снять. Реально. Батюк, признайся, как на духу. Никто тебя из этого не призвал. Никто не звал. Это... Я думаю, что меня не зовут ещё? Самоди стрим давай. Шесть, ёманый век, я не буду звать. Не будешь, не хочешь? Боись. Нету экспоната с заведения. Батюк ехал из области. Батюк, честно, когда ты... Быстро прикатил-то, на самом деле. На самолёте. Откуда ты узнал? Где ты увидел? А он следит. Ну, ты же стрим по-любому. Или у меня, или у Ярослава. Или у... Нет, я просто тут недалеко был, когда в Силан ездил. Я знаю, тут это мастерская Серёги. Думаю, блин, дай я загляну, может, он там это что творит. А я что сказал? Ты слышал, что я сказал? Не слышал. Всякие разные там мнения были. А я сказал, Ваня. Продолжение. Как так можно с девочками обращаться? А что она сказала весь? Ничего. Она плачет? Она плачет? Нет. Тащи её обратно. Ладно. Подожди. Ну, это реально документальный фильм. Батюк, хорошо, если это... Батюк, бери клин. Блядь. Да не надо, не ты чё. Батюк, ну это реально чем-то нездоровым попахивает. Ну, серьёзно. У меня чё такого, чё было? Нет. Тогда ты прекратишь шедневой заниматься. Батюк, ну правда, неужели других женщин нет? Реально, ну ты чё, Батюк? Накати давай. Давай. Да я понимаю, но ты же тогда говорил, да, вот Карина Шпак, она одна. Не, не одна. Ну, в смысле, для тебя. Блядь, ну честно. Блин, Батюк, ну это правда какая-то магнизация злокачественная чем-то попахивает, правда. О, чё это такое? Гермейст. Чё, чё? Гермейст. 27 трав. Нет, 35 градусов. Понял, нормально. Ты спрашиваешь? Так, доченька опять отвалилась. Да? Да, обновляй, пожалуйста. Знаете, что меня боятся? Вот сколько там, я не знаю, сколько смотрят. Сейчас, сейчас, Батюк, мы отвалились. Меня один человек испугался, хоть один человек. Сейчас, сейчас, скажешь, когда? Слушай, Вань. Ну, написано, вот сейчас, вот так. Просто перезапусти. Всё? Ну да, попробуй. Сейчас, сейчас, Батюк, мы отвалились. Патюк, а вот если бы вы на 23 часа с Кариной остались бы в замкнутом, я останусь. О, кстати, Ване надо дать тоже плавание. Это твои мысли, чтобы... Поговорили бы по душам. Всё! Помнили бы, помнили бы. Да, помнили бы. Ну, значит, приехал просто к Симову. Конечно. Окей. Да нет. Симов, компания. Я, кажется, не читала. Поздравляю сети. А там, сейчас, доченька, чё там обогреться? Эльзас, ты глава! Нет подключения к сети, но чё-то там нет. Она просто уйти, наверное, хотела. Продожди, пожалуйста, один друг. Чего? Пододожди. Я? Да. Окей. Подержи, почему? Ну, давай, я подержу. Да, да, да. Дон Симон на руле, блин. Снимай. А я руёл. Это понятно. Ваня, я обращаю внимание. Ни на что. Мы тебя любили, любим. Я лично жму тебе руку. Вот они там всякую вот это тоже там гоняли, там ерунду. Ну, бабские хуйня. Правильно? Я ещё раз говорю, у меня хоть и канал там пизданули, на самом деле. Я надеюсь, что мне там тоже где-то там ещё упомянёшь, добрым словом. Как в старые добрые времена. Я начал с нуля. Одиннадцать лет. Понял? Ну, они сказали там, что-то там тоже там, типа там от трёх до четырёх месяцев ждать ещё. Ну, ладно. Нет и нет. С нуля так с нуля. И батя опять со мной. Ну, пока... Вот так вот. У меня-то с нуля как-то. У меня-то с полом. Уже, чем один канал. Батёк, ещё раз объясни. Зачем всё это тебе? Зачем? Сядь на диван, ты же батя, блин. Вот, объясни. Ну, мы с Кариной уже выяснили. Просто, ну, нахуй... Ты видел, что я был на твоей стороне, батёк, до последнего, блядь. Просто до последнего каплика. Ну, теперь ты что, не на моей стороне? Ну, на твоей стороне, естественно, батёк. Разумеется. Нахуй на тебе нужна? Я даже вон на этом написал. Да ладно, сойдёт. Нормально. Потёк, 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 блядь. Она пошла мимо. Не беги за ней. Не бегу. Пускай заходит. Пускай заходит. Она говорит, что она не расстраивается, ей похуй. Похуй, заходит, пускай. Пускай заходит. Потому что мы тоже переживали за ней. Если похуй, пускай заходит. А либо не похуй. Либо похуй пускай заходит, либо не похуй, как говорил Озон, да? Поссумизм пошёл. Эльзанька, доченька. Сейчас, погоди, надо как-то батька из-под полы буду снимать. Ох, батёк, ох, батёк, ох, батёк. Пиздец. Так, сейчас я открою чатик. Ребята, прожимаем лайки или дизлайки, неважно, донатим. Потому что, ну, честно скажу, что это не постанова. Батёк сам решил. Но я понимаю, батёк, скорее всего, дело было так. Я не знаю, как было. Он просто сидел там, я не знаю, может, ему в предложку там что-то упало. Блядь, да заебало, а. Вот, батёк, видимо, увидел где-то и решил поехать. Всё, пиздец. Может быть. Ванечка, к тебе у меня будет отдельный разговор. За какой-то шлюхой бегаешь. Рядом с театром, рядом с ее встречаются с Миточком. Чета, гей-карлику, ты так не держишь. Миточки купил, а она не взяла позор, позор. Могла бы взять и сделать маслонамёк. Это латентный карлик. Ой, нет-нет-нет, это Хеллворд пишет. Хеллворд. Могла бы маслонамёк сделать. Взяла, типа, такая, ну иди нахер, типа. А такой маслонамёк. А, она не взяла. Я ухожу, мне всё равно идти надо было. Ей похуй. Ты только что говорила. Я всё, я ухожу. Ой, не трогайте, я сейчас сознание потеряю. Мне плохо, плохо. Мне похуй такая же, час пять минут. Мне похуй. Ну похуй, ёбка, заходи. Чё-то сышь-то, ебать. Насиловать не будем. Ну, так сказать. Так, ладно. Там опять отвалилось. Представь, Хикан, представь себя на её месте. Что бы сделал ты? Блин, Потёк, я надеюсь, что я никогда бы не был на её месте. Я бы сразу тебе отдался, естественно. Вот. Вот разумизм. Ну так я же, понимаешь, пилюлю разумизма в своё время получил, а там же... Она псевдо-разумистка. Ай, блядь. Псевдо-интеллектуалка. Я всё равно, вот до меня не доходит, потому что я ещё не самый главный карлик. Блядь, нахуя, Батёк, нахуй она тебе нужна? Нахуя, других же баб полно. Полно, да. Ну и что, полно и полно. Ещё раз, что ты в ней нашёл, что... Вот объясни просто по пунктам. Да хуй знает, ёпта. Не знаю. Смеху гадит. Ярослав, вот ты можешь объяснить... Необъясним, но факт. Это смеху гадит, мне кажется. Ярославу она не нравится. Не? Не нравится? Фигня, да, девка? Ты узнаёшь, как бы... Скажи, фигня, девка. Нет, на самом деле. Нет, на самом деле, видишь, говорит. Спроси у Ярослава, что он не нашёл. Я ему специально говорю, фигня, девка. Нет, на самом деле, он так вот, видишь. Рост. Рост, ооо. Аршин. Или как там? Это... Вышка, короче, сотовая её... Санасенко, в сила! Всё нормально, я приехал. Ну, взял ситуацию в свои руки, но не затерпел. Не затерпел Ксим, он приехал чисто в гости. Ну, кто оказался, тут тот оказался. Тут и Эльза оказалась. Плацентный карлик, да? Первая встреча с Кариной Шпакой была и с Эльзой. То есть, это была трипла. Первая самая встреча – это Эльза и Карина Шпак. Ну, ясно. Ребята, кто это смотрит, подписывайтесь на канал, потому что никто вам такого не покажет. Я сто раз повторяю. Не хотите донатить, ставьте там классы или дизы, неважно. Пиздец, Батёк. Шпачиха, иди сюда, на диванчик. Батёк. Понасенко, в сила! Я не знаю, как на это реагировать, честно. Не сужи, не тронем. 24 сентября 1996 года. Спасибо, Батёк. Ой, спасибо, старина. Я чуть-чуть попозже, чуть-чуть попозже придёт. Ой, блядь. Слушай, может, и правда, может, Потлач приедет, Илюха? Может, уже Потлача позовём? Ну, не со мной. Я как Карина Шпак, так знаешь, сразу. Батёк, ну Карина же тебя не хотела видеть. Ещё раз, мы тебя не звали, потому что... Я до конца думал, я до конца думал, что ты не приедешь. Да все думали, что я не приеду. Чтобы Батёк будет сидеть и так... Я сам не знал, что я приеду. Это просто так, это магия цифр. Звёзды Сатурны. Батёк. Это остыно Оскар. Батёк, ты понимаешь, что это попахивает таким вот маньячелом? Какой маньячел? Что я сделал с Дилдоном? Если бы я тут пришёл с ножиком, тут бы всех вырезал. Или что-то ещё. Колумбайн? Да, Колумбайн. Я её даже смотрел, даже когда она уходила, я её даже не трогал, чтобы её остановить. Да, я специально не трогал. Я понимал, что это провокация. Она бы сказала, ой, меня насилуют. И всё. А я специально её не трогал. Ой, блядь. Бибаран пишет. Анша Абдуль, буду читать, как написано. Бомж дальше будет только хуже. Кара Абдулова в силе. После сорока ты будешь сидеть один и играть дотку, пока не сдохнешь от старости. Пишет Бибаран. Неплохой, так сказать. Перспектива. Неплохая жизнь, мне кажется. Играть в дотку, пока так сказать. Батёк, я тебя... Вот Путин не может в дотку играть. Я тебя всю дорогу защищал, поэтому имею право задавать тебе вопросы. Ты реально... Не защищать. Ты реально себя очень странно не чувствуешь. Ты не чувствуешь, что это нездоровая хуйня? Нет. Ну, ты не чувствуешь, что ты её реально преследуешь? Нет. Как я её преследую? Где я её преследую? Я здесь был уже. Ну, один раз я здесь был, а она здесь первый раз. Кто её преследует? Ещё бы... Она бы такая сюда заходит когда, да? Например. А я бы там, например, на втором этаже был. И она заходит, и я. И говорит, ой, ты меня преследуешь. А я, может, к Симнову пришёл. Ну, собственно, мы с Симновым за последнее время сколько уже? Три раза встретились. За... Мы с Симновым за последнее встречаемся. Так кто кого преследует? Она! Меня преследует. В Арамас-Арену. Зачем она? Нахуй она пришла в Арамас-Арену. Я сегодня задавал этот вопрос. Она сказала, что она пришла в Подлачу. Ты знаешь, сколько вот, где она живёт? Я не знаю точно, где она живёт, но примерно знаю, сколько оттуда в Арамас-Арену ехать, блядь. Два часа хуярить. Просто она пришла, ёптите. Дальше потом она к Подлачу приезжала в ресторан. Просто пожрать пришла. Пожрать пришла. Пишут, цветами приехал к Симону. Вот. Дальше маслонамёки постоянные. Неприятный трасс. Маслонамёки постоянные. Не, постоянные маслонамёки постоянно на меня намекают. Батюк, я спрашивал сегодня про Багамас в Анамас. Ой, она сразу дурочку включила. Ой, это просто это, блин. Правильно. Это просто говорит, просто... Ну, она дурочку включает. Она, вот, актриса сейчас включила. Ой, я ухожу, ухожу, всё, я не могу, не могу, не могу, не могу. Может, всё, ёптите. Полозьянка, в силу! Не всё по отелям, так сказать. Никон, скажи Батьку, чтобы посмотрел канал Макс Людик. А то этот пиздец будет постоянно бегать за писками. Батюк. Спасибо. Спасибо. Посмотри канал Максим Вердикт. Неинтересно. Неинтересно. А Эльзу, ну и меня, так сказать. Вот мы друг друга знаем. Ну и Эльзу пригласила. Бала очень... Полозьянка, в силу! Полозьянка, в силу! Мы с тобой пару раз виделись, но... Типа, я стал неоднократно со сталкиванием, потому что меня там искали, и... Сегодня об этом говорили, но ты больной человек. Я просто очень разочарована. Полозьянка, в силу! Что ж поделать? Прочитал Ли Симонов на кокетство. Это реально не смешно. Приедет, я спрошу. Ты причинил человеку большие неудобства. Сейчас, секунду, доченька. Какие неудобства? Секунду. Это для тебя никакой. Гей Карлик пишет. Батя, здорово! Понюхай, пожалуйста, диван, где сидела попка Кариночки. Оцени по десятибалльной шкале запашок люблю. Вот Гей Карлик написал. Я не бабарап. Твой верный фанат. Не бабарап, я не... Вот! Ебать мои старые костыли, да. А ведь кто-то найдется и скажет, что это реально подстава какая-то, или, ну... Розыгрыш. Да, да. Пранк, пранк. Все был... Это пранк вышедший из-под контроля. Десять пранков. Да, да, пранканулишь. Спасибо. Ты зачем пранканул шпачиху, а? Пранк. Десять пранков вышедший из-под контроля. Ой, какой пиздец. Так, ребята, сейчас, я не знаю, тут опять не ловит ни хуя. Я уже устал, честно, лазить. А тебе надо, знаешь, как у какого-то робота был. Вот этот твой, этот, ну, вот этот вот, вот этот вот. Вот так вот на плечо херануть, как лазер. Был какой-то, по-моему, в Звездных войнах или где-то был. Вот такой вот хрен. У нее, короче, вот так вот. Ах, она. Что она приходит ради своего личного пиара. Они из-за этого запрещенного девственника. Ах, она, мартышка. Она мартышка. Я ей покажу пиар. Дизлайки, ептите. А в ТикТоке можно дизлайки ставить? Запомнила, да. Придумаем что-нибудь. Да, пишет, что она из-за пиара приходит. Из-за пиара, ах, она за пиаром пришла. Батюк, но она сегодня сказала следующее, что она тусила с тобой, потому что, ну, не то, чтобы ты за нее заплатил, но ты понял. Что? Ну, хорошо. И что ты за нее заплатил, тусила она, ради этого? Ну, она так не сказала, но просто погулять. Ну, погулял я, если что. Рад видеть, Батюк. Батя, найдешь тысячу шпак. А прямый ветер все обнаружит. Да, блядь, да, с тобой не бойся, не блядь, у тебя в миске очень рано. Вот. Да шпачиха, а да, мартышка, ептите. Батюк, ну вот, если ты... Может, хоть в логово Маслакова пришла, так сказать. Мы тут это, так сказать. Наша тема. Она вторглась в нашу тему, по сути. Ну, вот, честно, я... Опять Карина Шпак пришла в Ана-Мас-Арену. Эх, Батюк, на Ва-На-Мас-Арене. Разумись, ты потлачь на Ва-На-Мас-Арене. Разумись, ты не прячь. Ежедневный разумизм укрепляет организм. И потлачь на Ва-На-Мас-Арене. Вот. Вот.